Добрый вечер, дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым и радостным праздником Ханук. Ханукальная прослойка от первой свечки. Внутриеврейский конфликт начала II века до этой эры в конечном счете вылился в военное противостояние между еврейским народом и Селивкидской империей, которая продлилась много десятилетий. Помимо самоотверженности и побед еврейского народа на полях сражений, также велась параллельная политическая борьба, в которой представители Хашмонеев неоднократно обращались к Римской империи взять еврейское государство под свое покровительство. И в итоге постепенно к 110 году до этой эры еврейское государство перешло от подвасального селивкидского статуса в подвасальный римский статус. На эту тему Талмуд в Масахе Тавадазара на восьмой странице говорится, когда Ишмаэль сын Рабиосе чувствовал себя нехорошо, пришли к нему мудрецы и спросили, расскажи нам какие-нибудь интересные исторические идеи твоего папы. Сказал им Раби Ишмаэль, 180 лет до разрушения храма распространило злодейское царство в свои руки на еврейскую землю, на еврейский народ. Если мы посчитаем, храм был разрушен в 70 году этой эры, 180 лет до этого, 110 год до этой эры. То, что принято считать зенитом хашмонеевской независимости, независимого еврейского государства под хашмонеями, согласно Талмуду и согласно истории, в действительности подвасальный статус, когда евреи оказываются не под селивкидской крышей, а под римской крышей. Интересно отметить, что римская крыша со временем оказалась намного более жестокой к еврейскому народу, чем селивкиды, и в итоге привела к полному уничтожению всякой еврейской государственности. Поэтому иногда краткосрочные решения политических проблем на более долгосрочный период могут оказаться самыми что ни на есть ужасающими. Может быть, именно поэтому еврейская традиция выделяет духовную составляющую этого праздника намного выше, чем военную и политическую. Каждый поступок, который мы делаем, может иметь краткосрочные эффекты, а может иметь долгосрочные эффекты. Иногда приходится задумываться не только о сиюминутной выгоде, а о том, к чему это может привести в дальнейшем. Счастья всем и здоровья! Хорошего праздника Ханаке!